Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос» — это программа о самых интересных событиях и людях отечественной и мировой космонавтики. Космический корабль «Союз МС-20» вернулся на Землю. Командиры экипажа «Космонавта Роскосмоса» Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсако Моизавы Йозахирана радушно встретили в казахстанских степях. 20 декабря 2021 года, после 12 дней, проведенных в космосе, на Землю вернулся экипаж 20-й экспедиции посещения МКС. Командир экипажа, герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, для которого этот полет стал третьим в его космической биографии, и участники экспедиции – космические туристы из Японии Юсако Моизава и Йоза Хирана. Возвращение из космоса – процесс многоэтапный. Вечером 19 декабря экипаж экспедиции перешел на корабль и закрыл переходные люки. Люки закрыты, защёлки стянуты, электроразъёмы стыкованы. Через три часа «Союз МС-20» отделился от модуля поиска российского сегмента станций. Затем он разделился на три части – бытовой отсек, приборный агрегат, и спускаемый аппарат, который и начал путь к Земле. О подготовке экипажа к возвращению на Землю рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалёв. Разные экипажи готовятся по-разному. Экипажи короткой экспедиции, как правило, просто завершают свои работы, укладывают оборудование. Экипажи длительной экспедиции, как правило, проходят как определённый этап медицинских экспериментов предпосадочных, так и подготовку сердечно-сосудистой системы. Специально существуют тренировки, которые происходят для сосудов. При этом, поскольку у нас силы тяжести нет, за счёт перепада давления достигается вот такая тренировка сосудов, чтобы человек быстрее восстанавливался на Земле. Идёт подготовка, в том числе и что съесть, что выпить, как насытить организм и кровь солью таким образом, чтобы задержать побольше жидкости, потому что жидкость в космосе с человека уходит быстрее, чем здесь на Земле в условиях тяжести. И таким ответственным этапом, за который отвечают в основном командиры, это, как правило, укладка грузов на корабле и уже, собственно, выполнение самой программы. Потому что выдача всех команд должна быть с точностью в пределах секунды, потому что каждая секунда полёта по орбите – это 8 километров. Ты на секунду позже включил двигатель, ты уже промахнулся на 8 километров. Низкая облачность и снежная метель не позволили использовать авиацию. Поэтому к месту посадки специалисты поисково-спасательной службы добирались на специальных автомобилях «Кречет» и «Синяя птица». Вместе с ними 500-километровый марш по казахстанским степям проделал и корреспондент «Роскосмос-ТВ» Николай Вдовин. Наша экспедиция в предполагаемую точку посадки спускаемой аппарата «Союз» стартовала сегодня рано утром в 6 утра в городе Караганда. Часть специалистов из воздушного поиска из-за сложных метеоусловий присоединились к нашей телевизионной группе и едут вместе с нами. Такого не было уже 8 лет. Преодолев 350 километров, автомобили вышли на бездорожье и продолжают путь к предполагаемому месту посадки спускаемого аппарата. Впереди 150 километров бездорожья. Преодолев дикие снежные степи, поисково-спасательные службы встают на ночь в предполагаемой точке посадки «Союзом С-20». Болевые условия, и уже ночью начинается подготовка к выезду. Получив из ЦУПа сообщение, что аппарат вошел в плотные слои атмосферы, специалисты начинают быстрое перемещение в другую локацию с корректировкой от баллистиков. Сейчас ждем хлопка в небе и раскрытие основного парашюта. Сплошная облачность в месте посадки. Так успела наша телевизионная группа первыми прибыть. Так, вот мы первыми приехали. Наверное, впервые в истории, да, такая? Посадочный парашют, который только что на высоте 10 километров погасил всю огромную скорость спускаемого аппарата. Можно увидеть огромную площадь просто этого парашюта. Первым командиром. Мы находимся рядом с машиной ПМ. Это поисковая машина спасателей «Анфибия». «Синяя птица» называется. Вот мы сегодня полностью, эшелон шел только землей. Из-за сложных метеоусловий никакой авиационной техники не было. И это уникальная операция. Как можете заметить, у меня на щеке сажа. Это такое посвящение. Поисково-спасательной службе. Люди, кто первый раз присутствует на такой уникальной операции. Вот. Сейчас мы ждем выхода командира экипажа Александра Мисуркина. Насколько нам известно, самочувствие отличное. Александр, как у вас самочувствие, конечно, всех этих... Прекрасно. Спасибо большое всем за поддержку и за то, что следили за нашей посадкой. Скажите, была уже мысль о том, что будете сами самостоятельно выходить? Ну, конечно, уже прорабатывал свои действия на тот случай, если НПСК не приедет вовремя. Но спасибо большое, ребята, очень оперативно нас нашли. Экипаж «Союза» находился в машине «Синяя птица». В это время спасатели проверяли доставленные срочные грузы и работали со спускаемым аппаратом. И главное, ожидали решения, как эвакуировать экипаж. Трудно проходимые степи — не самое простое испытание для людей, которые только вернулись с орбиты, и которые остро ощущают силу притяжения, а также перестройку кровеносной системы и вестибулярного аппарата. Специалисты Росавиации взяли на себя большую ответственность и всё-таки выпустили один вертолёт из города Жасказган для эвакуации экипажа. Несмотря на опасность обледенения и сильную пургу, космонавт Роскосмос Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Майзава и Йоза Хирана в целости и сохранности были доставлены в Жасказган. Уже из казахстанского Жасказгана экипаж вылетел в Караганду, а оттуда — в Москву, на знаменитый аэродром Чикаловский. По традиции, торжественная встреча прошла в Звёздном городке. Несмотря на то, что погода нас немного подвела, и эвакуация была не очень проста, и участники космического полёта чувствуют себя замечательно, отметил начальник ЦПК Максим Харламов. 22 декабря — финальный день пребывания Юсаку Майзавы и его команды в России. Перед тем, как улететь в Японию, космические туристы приняли участие в пресс-конференции для ТАСС. К ним присоединился и командир экспедиции, герой России — космонавт Александр Мисуркин. Вопросов к только что вернувшимся с орбиты было очень много. Первый из них задали командиру экипажа. Легче ли для космонавта такие краткосрочные полёты на орбиту? Или наоборот? В принципе, сам полёт 12-дневный. Я бы, наверное, сравнил, если полугодовой полёт — это всё-таки такая марафонская дистанция, то данный полёт — это такая средняя дистанция 800 тысяч метров, в которой ты должен бежать сразу с максимальной скоростью. И это, наверное, самые тяжёлые дистанции с точки зрения энергозатрат. Японские туристы рассказали о том, как сильно их впечатлил полёт и как масштабно он может изменить мировоззрение. Я думаю, что если бы у людей, которые принимают важные политические решения и влияют на мир, появится возможность летать в космос, они совершенно другими глазами посмотрят на Землю и совершенно иначе будут к ней относиться. Поэтому я хотел бы, чтобы как можно больше людей вообще и людей, определяющих развитие мира, побывали в космосе. Юсаку Меязава отметил, что был поражён, насколько комфортным был полёт на корабле «Союзом С-20». Он признался, что старт ракеты был настолько плавным, что он почти его не заметил. Старт был потрясающий. Очень-очень плавный отрыв, без какой-либо тряски. Мы почти не заметили момент отрыва от Земли, как будто ты едешь в самой крутой современной машине. Всем тем, кто планирует полететь в космос как турист, Юсаку советуют быть решительным и точно знать, чего ты хочешь. Тогда добьёшься всего, о чём мечтаешь. Тем временем командир экипажа, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, прошёл первое послеполётное исследование в рамках эксперимента созвездия ЛМ на специализированном тренажёре «Выход-2». Как уточняет официальный сайт Роскосмоса, космонавт выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты. Открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице. Специалисты оценивали, в какой степени он способен управлять системами скафандра и другим оборудованием в процессе шлюзования и вне корабельной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok Общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» «Фрегат» «Ванвеб» в рамках миссии номер 37 провели на космодроме Байконур. Работу обеспечили специалисты космического центра «Южный». Это филиал «Цинки» и филиала РКЦ «Прогресс». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами «Ванвеб» запланирован в 16 часов и 10 минут по московскому времени 27 декабря 2021 года. Смотрите нашу прямую трансляцию на Роскосмос ТВ. И снова Байконур. На космодроме завершились испытания на герметичность транспортного грузового корабля «Прогресс-МС-19» в вакуумной камере. Автоматизированный контроль в соответствии высоким требованиям герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний, отмечает официальный сайт «Роскосмос». Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс-МС-19» по программе 80-й миссии снабжения МКС запланирован на февраль 2022 года. Новости космодрома «Восточный». Составные части первых этажей кабель-заправочной башни для ракеты «Ангара» перевезены на стартовую площадку. Кабель-заправочная башня высотой 66 метров и весом около 3000 тонн предназначена для размещения оборудования и коммуникации системы агрегатов стартового комплекса. Она обеспечивает ветровое удержание носителя, а также доступ специалистов к зонам обслуживания ракеты-носителя, установленный непосредственно на пусковой стол. Силами Космического центра «Восточный» были заставлены составные части первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Будет проведена крупноузловая сборка составных частей, чтобы в начале следующего года по достижению строительной готовности приступить к началу монтажа с первого по четвертый этаж. Ежегодный практический семинар с представителями кадровых служб Организации ракетно-космической отрасли провела Госкорпорация «Ангара». На экспертной площадке в Томске обсудили в частности наиболее эффективные подходы к организации профориентационной работы и целевого обучения. Все подробности у моей соведущей, побывавшей в Томске, Юлии Дерябиной. В городе Томске Госкорпорация «Роскосмос» проводит практический семинар с представителями кадровых служб Организации ракетно-космической промышленности. Цель семинара — повышение уровня взаимодействия Госкорпорации «Роскосмос» и опорных образовательных организаций высшего образования, участвующих в подготовке кадров. Увеличение эффективности реализации государственного плана подготовки кадров, а также совершенствование требований, предъявляемых к подготовке кадров, образовательными учреждениями высшего образования для Организации Госкорпорации «Роскосмос». Участники — представители Госкорпорации «Роскосмос» и ее организации. На сегодняшний момент достигли того времени и того уровня, когда можем уже поговорить о более серьезных, более профессиональных, более интересных для нас, как для специалистов области управления персоналом, вещах. Надеюсь, что сегодняшний семинар практически, который у нас, собственно, традиционный, мы каждый год собираемся для того, чтобы поговорить о вопросах целевого набора. Надеюсь на горячее обсуждение вот этих вопросов. Призываю вас подняться над вопросами целевого приема, поговорить в целом о том, как мы будем работать с образовательными учреждениями высшего образования, чтобы добиться наибольшей эффективности и максимального результата. С одной стороны, все знают, да, кадры решают все. В реальности фраза эта звучит, кадры, овладевшие техникой, решают все. Но и часто задаются вопросы, а вот стратегия корпорации, она вообще куда? Что вообще мы хотим там лететь? На Луну, на Венеру, на Юпитер, на Марс, базы какие-то строить? Куда вообще деятельность космическая движется? Вот я постараюсь осветить не только, наверное, российские, так сказать, тенденции, но и общемировые ажи. Я думаю, любой профессионализм, он связан не только с обретением каких-то конкретных компетенций, но еще и с внутренним настроем человека на ту работу, которая будет в дальнейшем. И наши подходы сейчас, когда они суммируют и профессионализм, и личностный настрой на то, чтобы работать именно с нашими предприятиями, в наших предприятиях, в нашей отрасли, достигая конкретных задач, которые мы ставим перед нашими, скажем так, работниками. Представители 25 образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в интересах организации госкорпорации «Роскосмос». Наше сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» проявляется в сотрудничестве с предприятиями. В первую очередь, это акционерное общество информационной спутниковой системы, акционерное общество «Красмаш» и еще ряд предприятий, с которыми мы традиционно сотрудничаем. Мы сотрудничаем, безусловно, в первую очередь в плане подготовки кадров. Это традиционный формат работы, который существует уже на протяжении десятилетий. Он сопровождается и подтверждается тем, что в ВУЗе существует 4 базовых кафедры, которые ориентированы на запросы «Роскосмоса», 2 филиала кафедр, которые расположены на предприятиях. Что очень важно, благодаря этому достигается проблема ориентированная, практико-ориентированная подготовка специалистов. У наше сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» осуществляется более чем трех десятков лет. Это достаточно устойчивые связи по разным направлениям и в науке, и в образовании, и, конечно, при выполнении уже таких фундаментальных сложных хоздоговорных работ, когда мы выходим уже на мелкую серию. И, безусловно, без такой кооперации, поддержки госкорпораций «Роскосмос» и ведущих предприятий, как информационные спутниковые системы, НПЦ «Полюс», «Лавочкина», «ССКБ «Прогресс» — это, в принципе, было бы невозможно. В рамках двухдневной программы семинара прошли экспертные выступления, проведены круглые столы, панельные дискуссии и ознакомительные программы АО «НПЦ «Полюс». Также состоялось подписание договоров о сотрудничестве в рамках реализации организациями ракетно-космической промышленности совместно с вузами-партнерами в качественной подготовке кадров со средним и высшим образованием. Вы смотрите «Большой космос». Специальный гость у нас в студии сегодня Кирилл Порватов, генеральный директор Корпоративной академии «Роскосмоса». Кирилл Игоревич, приветствую. Говорим о вкладе Корпоративной академии в проведение практического семинара для кадровых служб ракетно-космической отрасли, ну и, собственно, о новых направлениях в подготовке персонала, в подготовке успешных работников «Роскосмоса». Это было действительно рабочее совещание двухдневное двух основных игроков этого рынка. Ну, если мы говорим про отрасль, это вузы и предприятия. А я скрупулезно все это дело записывал, да, и сидел и понимал усиленно, а что же делать дальше и как лучше делать. Предлагал там свои какие-то, не знаю, там наметки, инструменты, что я могу поделать в связи со всем тем, что они наметили, да, там, чем могу помочь. Ну и, собственно говоря, там предлагал какие-то новые направления. В чем, собственно, практичность этого семинара, который… Который называется «Практический семинар». Да, да, да. Это как раз установление вот этих вот практических связей между вузами, предприятиями и представителями госкорпораций, ну и, собственно, и госкорпорацией, как самой. В каком направлении будем работать? Какие направления работы нам предстоит иметь в голове на ближайшее будущее, там, на год, два, три, четыре, пять? Как будем взаимодействовать с академией? Какая роль академии? В каком из проектов? Ну и, собственно говоря, то, чего мы должны в связи со всем этим делом достичь. Если уж прямо совсем до руды докапываться, да, какие именно программы обучения нужны? Да. Для каких профессий они важны? Как увязать вот это вот обучение с нашей свежепринятой госкорпоративной стратегией? Вот это вот из практических таких кирпичиков, что там было определено и что нарешали. 2021 год, каким он был для корпоративной академии? Ну, по некоторым новостям можно судить, что довольно насыщенным. Хотелось бы от вас услышать оценку вот того, что сделано и что ждет в ближайшей перспективе. Ну да, действительно, 2021 год он был такой активный, особенно по сравнению с 2020. Ну, да, здесь даже можно говорить просто про пандемию. Ни для кого не секрет, что пандемия и все эти карантины очень сильно ударили как раз по тем, кто занимается обучением, корпоративным обучением. Все рассказы про сильнейшее, скорейшее развитие онлайн-платформ и перевода всего обучения в дистанцию имеет место быть, конечно, да, но все равно очное обучение, оно самое эффективное, оно всегда так и останется. Это очень хорошо, что прозвучала эта фраза. Очное обучение и живое общение наставника и, так сказать, ученика, студента, ну, наверное, его пока ничем, даже передовым онлайном не заменишь. Да, здесь даже про VR речи, скорее всего, нет. Вот, и именно пандемия, она там в 2020 году очень сильно все это дело уронила. А в 2021, даже несмотря на то, что нерабочие дни вводились, сильно они нам не навредили. Да, мы выполнили все обязательства перед нашими заказчиками про обучение, про организацию мероприятий. Мы стали больше, мы стали вместе с отраслевым медиа-центром, который тоже все выполнил, все сделал, все, что было намечено, и все получилось хорошо. Я могу сказать, что отношение к академии изменилось. Нас стали воспринимать как серьезного и правильного партнера во всех направлениях, в которых мы работаем. Да, это и в обучении, в развитии, в HR-процессах, это в медиа-деятельности. Короче, мы все молодцы, скажем так. Мы приобрели, наконец-то, платформу дистанционного обучения, да, в 2021 году. И она успешно работает, но она пока работает только на оценку. Мы провели оценку юристов, все сработало хорошо, все вполне неплохо, мы молодцы. Но вот теперь будем развивать, делать курсы, делать программы. Какие-то, с вашей точки зрения, знаковые события, знаковые договоренности, знаковые, что ли, перспективные программы, о которых договорились именно в 2021 году? Первое, это Федеральный кадровый резерв. Мы справились с немного более расширенным объемом по сравнению с 2020 годом, какой был на этой программе. Мы получили очень позитивные отзывы и от всех участников, и от руководства программы, и от госкорпорации в том числе. И на следующий год мы, большую часть программы мы будем делать своими силами. Очень большой шаг был сделан в направлении международного центра при ООН образовательного. Вот летом приезжала миссия, мы, миссии тоже все очень сильно понравилось, мы показали все как есть, естественно, беспрекрасно. И, честно говоря, для меня было немножко неожиданно, с кем восторгом эксперты восприняли то, что у нас есть. Это действительно было слегка неожиданно. Ну и, понятно, крупные программы, которые у нас всегда были, это и мероприятия, это WorldSkills и так далее, и тому подобное. Это все на достойном уровне выдерживаем, поддерживаем. И, исходя из того, что мы справляемся, появляются новые проекты, образовательные проекты, скорее всего, будет много проектов по HR направлению. Это «Большой космос». В студии был Кирилл Парватов, генеральный директор Корпоративной академии Роскосмоса. Мы продолжаем. Государственная корпорация «Роскосмос» вошла в топ-5 наиболее привлекательных работодателей нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Лучшие в России», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Надо сказать, что в октябре уходящего года «Роскосмос» уже признавался лучшим работодателем среди правительственных учреждений по версии агентства «Юниверсум». А ранее неоднократно становился лучшим работодателем в отрасли машиностроения по версии компании «Ренстед». Спасибо, что были с нами. Увидимся в «Большом космосе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова